Всем доброго вечера, на связи Фредрайз и очередное разговорное видео, давно их не снимал, о том, что происходит в моем творчестве, в моей музыке. Будет много всего интересного. Во-первых, второй мини-альбом. Второй мини-альбом уже отправлен на сведения, то есть через несколько дней я получу первые результаты. Естественно, ими делиться не буду, я потерюсь уже готовым релизом, где будет пять песен. Песни записаны в разное время, начиная с прошлого декабря, заканчивая осенью уже этого года. А большая часть песен, это три песни, были записаны весной, вот этот, год 22-го года. Вот, вышла песня «Своя голова на плечах», уже хорошо набирает прослушиваний. Это такой шуточный, стебный трек, можно так сказать. Но при этом этот трек, он достаточно понравился моей аудитории, что, конечно, не может не радовать. И даже один из тех, кто был упомянут в этом треке, а там был трек такой вот, можно сказать, с ответом некоторым людям, которые раньше нелестно обо мне высказывались. И вот один из таких людей, он записал ответную песню, якобы лирическую такую, там, ну, получилось так себе, конечно, но я послушал, там, посмеялся с этого всего. Вот, каких-то там дисов, чего-то еще, рэперских, вот, всяких моментов не произошло. Ну и не надо, потому что мне это уже все неинтересно. Я хочу делать дальше альтернативную музыку, авторскую музыку, которая не очень связана с этой всей рэперской тематикой. И максимум, что может быть общего у моей музыки, вот, с рэпом, это только то, что я использую читатив, вот, рэп, как часть песен своих. То есть, где-то я пою, где-то я читаю рэп, вот. Просто потому, что мне это нравится, а не потому, что я как-то, вот, отношусь особо к этой культуре сейчас. Потому что то, что сейчас выходит в рэпе, ну, большая часть всего этого, она от меня максимально далека, как идейно, так и стилистически. Вот. Начинаю писать новые песни, потому что два музыканта мне прислали аранжировки, очень хорошие, такие бодрые аранжировки драйвовые. Еще будут другие аранжировки тоже делаться. Я скинул референс, то есть, что примерно я хочу услышать. Вот. Уже одно демо готово, и, как я понимаю, может, еще будет демо. Вот. Также сотрудничаем с музыкантом, который является автором музыки, песни, своя голова на плечах. Тоже, возможно, с ним будут какие-то коллаборации. И, что еще хочу сказать, благодаря Андрею, мы вышли на одного достаточно известного музыканта. Вышли еще давно. Вот. И вполне вероятно, с ним будет тоже совместная песня. Но тут время покажет, но мы уже демо отправили ему. Причем не одно. Ему пока непонятно, что именно из этого приглянулось. Но, как он сказал, что он с нами сделает песню. Так что ждем. Надеюсь, в ближайшие пару-тройку месяцев мы эту песню услышим. Потому что у нас уже была песня Разобрана тоже, когда я так стартовал с первым мини-альбомом. Там была песня с Калибрии, с группы Кавабангарда по Калибрию. Тоже такой фигурой, которую он знает по музыке, в принципе. И, конечно, было приятно получить такую песню на своем дебютном релизе. Вот. Что еще такого происходит? Опять же, занимаюсь и в реальной жизни определенными вещами. Не только одно творчество у меня сейчас. Но творчеству уделяю, конечно, очень много внимания. Планирую в ближайшее время, опять же, подтягивать свой вокал. Улучшать дикцию. Потому что тоже давно с этим всем не занимался. И, понятно, делаешь такие навыки, которые нужно постоянно тренировать. Постоянно оттачивать. Тем более, особенно, когда ты делаешь речитативные части. Вот. Но, в любом случае, прогрессировать нужно всегда. И во всем. То есть, в сведении аранжировок я тоже начинаю прогрессировать. Потому что этим начал заниматься уже так более ответственно, что ли. Вот уже на втором мини-альбоме будет сведение аранжировок именно мое. Что еще такое происходит? Планируем, наверное, в точку поехать. Планируем отснять, опять же, для YouTube Shorts. Для клипов ВКонтакте определенные ролики. Тоже нужно все продвигать. Об этом я помню. Уже результаты есть. А пока старые ролики выкладываю на YouTube. Именно в формате Shorts коротких роликов. И они, некоторые даже заходят. Но самый пока зашедший аудитории ролик, это ролик с моей кошкой. Как ни странно. Ну, будем стараться. Будем делать разное. Будем экспериментировать. Самое главное, это никогда не останавливаться. И двигаться вперед. Ну, об этом у меня почти все песни. Вот. Песни ближайшие тоже будут мотивирующие тематики, естественно. Ну, и об актуальных событиях, я думаю, тоже что-нибудь выпустим. Но пока таких песен не написано. Именно вот, чтобы они уже лежали, осталось только записать. Вот. Поэтому здесь нужно просто следить за новостями. Если мне что-то придет на тему про Россию, то я напишу сразу же. И вас обещу, что вот, чтобы такое готовится. Пока у меня тут какие-то концепции, наброски есть. Ничего пока такого серьезного. Конечно, надо сначала выпустить мини-альбом. Выпустить сингл с этим музыкантом. Пока не буду разглашать с кем именно. Вот. Потому что хочу, опять же, вас приятно обрадовать. И снимать на реп-точке видео. Не только на реп-точке, в разных локациях. То есть, опять же, снимать короткие видео для продвижения своего творчества. Также, если кто-то пропустил, наша победа, наша очень большая победа. В том, что вернули на площадке обе песни и твердо шагают и горящие глаза. Прослушивания сохранились. Да, мы очень долго с этим мучились. Но мы с вами отстояли. И по итогу все вернулось. И дальше уже таких вопросов не будет. Потому что мы с той конторой уже не сотрудничаем. Мы сотрудничаем с лейблом Reply и с лейблом NK Music. Вот. Больше ни с кем мы сейчас дел не ведем. И с теми, кто удалил наши песни, заблокировав аккаунт Андрея. Мы тоже дел иметь не планируем. Так что уже с дистрибьюцией тоже каких-то таких вопросов нет. То есть, все четко, понятно. И любую песню, даже если она будет такая жестко-про-российская, можно спокойно продвинуть на все площадки. Опять же, уже есть все возможности для этого. Уже нет вот этих мучений, которые есть у некоторых музыкантов, которые делают по хриотической направленности песни. Вот. Поэтому, если у кого-то какие-то проблемы с выпуском треков, пишите мне. Я вас свяжу с людьми, которые это хорошо делают. И могут любую песню, если она законодательство РФ не нарушает, продвинуть на площадке. Ну, если она не нарушает авторские права, естественно. Такие вот дела. То есть, настрой бодрый, настрой воинственный. Я думаю, я почаще буду снимать и такие видео, и, конечно же, выходить в эфиры ВКонтакте. Поэтому подписываемся на мой паблик, и на мою страницу, потому что эфиры я страницы веду. Вот. Селеграм-канал тоже сейчас активность возвращается. Нужно, конечно, его тоже развивать. А то как-то подзабил, подзабросил. Ну, опять же, были много поездок. В реальной жизни слишком много всего отвлекало. Но теперь у меня есть и время, и желание, и возможности, и силы, чтобы это все наверстывать, и активность развивать и там. В общем, наступаем по всем фронтам. И музыкально, и медийно, и словом, как блогер, всеми способами. Все то, что я умею, в принципе, то я и буду делать для того, чтобы доносить свою позицию, чтобы продвигать свое творчество, свои взгляды, свое видение всего. Потому что другого варианта нет. Все остальное будет нечестно по отношению и к себе, и к другим. Такие вот дела. До скорых встреч. На связи.